На океане надолго, ты на хозяйстве. Ну куда лезешь? Куда? Я скоро вернусь. Давай, ожидай. Всем привет! С вами канал Календарь Балова. Меня зовут Алексей. Сегодня 6 марта 2023 года и уже прошло немногим более года, как я ушел из своей землянки, которая находится в этом лесу и на берегу этой реки. И сегодня, наконец-то, у меня получится лес снова навестить. Да, спустя более года. Скорее всего, мой путь будет непростым. Сейчас я вышел на лед, он относительно не скользкий, но основную часть пути я прошел. Лед был как зеркало, было. Вот теперь он подтаял, и ночью снова замерз. Выйти на берег тоже уже составляет сложность. Далеко не везде можно выйти, так как лед оттаивает от берега, отходит. На полису сейчас идти не вариант. Там тоже и грязно, и опасно. Какой-нибудь мой разрыв снаряда был. В общем, продолжаю путь. Были уже моменты, когда я думал, что придется развернуться и идти обратно. Из-за того, что я очень устал, и видел, что впереди дорога все сложнее. Сейчас быстро устаю, потому что снова разболелся. У меня сильная тахикардия. Довольно сложно ходить на дальнее расстояние. Я в течение этого года много болел. Два гипертонических криза перенес. Еще там всякого разного. Язва двенадцатиперстная была. Сейчас я на лечебной голодании. В шестой день не употребляю никакой пищи, только немного воды. Так что сейчас сильная слабость в организме. Но ходить пешком полезно. В общем, уже знакомые очертания. Сейчас покажу. Главное нигде не занырнуть. Да, я уже забегал в землянку где-то месяц назад, но я там был буквально минуту. Потому что мы с моим приятелем Юрой вытягивали мотоцикл, на котором пытались сюда проехать в прошлый раз. Но неудачно утопили мотоцикл. Сами чудом не провалились. И на следующий день мы вытягивали мотоцикл. И вон, ну, примерно полпути мы не доехали. Эти полпути я прошел пешком, пока мужики задавливали материал, бревна, чтобы сделать конструкцию для подъема мотоцикла. Я сбегал, но буквально туда-назад, потому что понимал, что нужно помогать и успеть все это сделать до того, как потемнеет. Здесь я иду по руслу. Русло очень рядом от берега. И здесь уже подо мной может быть около 12-14 метров глубины. Практически под 45 градусов от берега уходит глубина. И примерно сколько метров от берега, столько и глубина. Очень резкий свал. Это уже совсем недалеко от землянки. Я вспомнил это место. Людей вокруг никого нет. Поэтому и помощи в случае чего ждать будет нет кого. Поэтому надо быть максимально аккуратным. До землянки осталось метров 200-300. Надо искать выход на берег. Такой, чтобы не промочить ноги. О, вон какой-то раскол. Буду выходить где-то раньше пытаться. Не хочется промочить. Ну, еще такой долгий обратный путь. До обратного еще далеко. Еще туда не дошел. Здесь вроде можно. Ой, трещит сразу. Ай-яй-яй-яй. Кружка. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет-нет-нет. Проскочил. Фух. Не промок. Так, ну что еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вот что осталось. От моего мостика. И же нет вообще. Ни дальний, ни ближний. Так. Ну что, вроде добрался. Вот здесь коптилка холодного копчения. Вон ящик для рыбы и сала и мяса. А вот здесь топочно засыпало листья. Вот здесь топлю. Тут по каналу она идет. И холодный дым уже выходит в этом ящике. А эта печка летняя разрушилась. Кто новенький на канале не знает, что это, попробуйте догадаться. Сказать, что я устал, ничего не сказать. Сейчас увидим, что произошло за год. Как-то она немного покосилась. Очень много комментариев было по поводу того, что землянку смоет весенним поводком. Вот это уже вторая весна. Причем не контролируемая. Я ничего не делал за эти две весны. И землянка пока на месте. Есть там кто? Странно, почему. Вещи здесь Тут кто то был Отдохну немного Отдохну немного Я немного отдышался Подключил аккумулятор Принял с собой лампочку Некоторый инструмент Я хотел подстрогать Двери рубаночком аккуратно Тут кто то похозяйничал И решил что С помощью бензопилы У него выйдет Лучше Она все равно толком не закрывается Но не страшно Наверное кто то хотел Как лучше Да кстати я вам наверное не говорил Еще тогда год назад Я притащил сюда зимой На санночках Вот этот рулон Линолеума Хотел застелить здесь пол Но Пока не судьба Чуть позже Сделаю Если честно Так устал И почему то Нет особого настроения Наводить здесь порядок Потому что По большому счету Здесь много чего придется Переделать Тут зачем то полочку отломали Непонятно Для чего Приправа Непонятно Вроде они какие не вандалы Может кто то Переночевал Видно что топили печь Почему то Отломалась дверца Почему то поломался кран Я уже пробовал Отвалилась эта штучка Ладно Чинить буду позже Видно вроде как Специально никто Не вандалил Ничего не ломал Вот непонятно Зачем вот эта полочка Отломалась Непонятно А в основном Ну кран понятно Он скорее всего Замерз Зимой Кто то начал крутить И отвернул Дверца Но тоже Ну в общем Ничего страшного Все можно восстановить И даже вот Видимо Не один человек Сюда приходил Вот уставили Какую то Таблетку Вот этого у меня Точно не было Мята Перечная Настойка Это против мышей Я чуть иначе Пытался с ними бороться Кто то видимо Принес Так что Не такое то Уединенное место Как мне казалось В общем Сегодня Нет никакого Настроения Что то Глобально Здесь сделать Брал с собой Рубанок Специальную Отвертку Хотел снять двери Подстрогать Аккуратненько Сделать Чтобы нормально Закрывались Вот Но Кто то уже Сделал Это за меня Ничего Переделаю Белку Услышал Он постоянно Ко мне За орешками Бел Привет Давно Не видели Слась Спрятался Бельчонок Слась Говорю За год Земля Сильно Уплотнилась И просела Вот так вот Оголился Дымоход Он был полностью В земле Засыпан Ничего Все можно Подсыпать Хотя С другой стороны Это и хорошо Потому что Я планировал Поменять Всю конструкцию Печки И дымохода Чайник Занесу Чайник Печка Немного Сместится Ближе К той стене И дымоход Будет Поворачивать Здесь На 90 градусов Влево Я прокопаю Вот в этом Уступе Где моя лежанка Под лежанкой Прокопаю Канал Для дымохода И он будет Выходить На улице Там С той стороны И за счет Этого Будет прогреваться Моя лежанка Вот этот Весь Уступ Будет нагреваться И будет Аккумулятором Тепла Который Будет Всю ночь Давать мне Тепло Когда я буду Спать И не подбрасывать Дровишки Я никак не восстановлюсь После болезней Довольно плохо Чувствую Отдышка Постоянно Не курю С нового года Не употребляю Алкоголь Вот А сейчас Я на Лечебном голодании Шестой день Я не употребляю Пищу Пищу Вообще Только Немного воды Поэтому Сейчас Большая слабость Вот Я не могу Себя заставить Что-то делать Вернее Могу заставить Но физически Голова Начинает Кружиться Ноги Подкашиваются В общем Пока я не готов К физическим Работам Еще предстоит Путь Назад До собственного Времени Осталось Немного Чтобы что-то Делать Я еще Никак не Отдышусь Вот Шел я сюда Четыре с половиной Часа С отдыхом Дорога была Сложная Была скользко Шел потихоньку Перелазил Эти бревна Да Очень запыхался Да Еще столько же Идти домой Поэтому Буквально Полчасика Здесь побуду Подумаю Что мне нужно будет С собой взять Когда я уже Основательно Переберусь сюда Снова Это и хорошо Что я не успел Вот так все Зашить Не вагонкой А не вот этим Материалом Потому что Спустя год Я увидел Все вот эти Проблемные места Которые Подтекают Вот здесь Плесень началась С той стороны Плохая Гидроизоляция Значит Она не доверху Не успел я сделать Уже Начались морозы Вот Сейчас я могу Видеть Все эти проблемные места И Уже со временем Все зашью Устраню сначала Все проблемы И потом Я думаю Было бы Очень красиво Зашить Вот так вот Вагоночкой Вообще Была бы песня Вот Что еще Не знаю Что еще Рассказать Еще немного Посижу А никак Не отдышусь Ну в общем И целом Я считаю Что В течение года Без присмотра Достаточно Хорошо Выдержала Эта землянка Кое-нде Есть Проблемные места Но их Не сложно Устранить Поэтому Думаю Послужит она Еще не один год Главное Постоянно За ней ухаживать А если здесь Находиться Постоянно Протапливать То вообще Никаким бы проблем Не было Никакой бы здесь Плесени Не образовалось Если бы здесь Было всегда Тепло Что Буду потихоньку Закругляться Еще дальний Путь домой Отключаю Электричество И буду потихоньку Собираться До встречи Соль Осталась Старая Промокла Все Замерзла Положу Где-то Может Зверюшки Съедят Ну что На этом Буду с вами Прощаться Всем спасибо Кто меня смотрит Надеюсь До встречи До скорой встречи В следующем видео Всем мира Пока Нету рыбы Нету Следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok